Это было где-то лет в шесть, либо в пять. Меня мама возила себя на работу играть в Короля Льва. Потом мы с братом играли в Империю вторую. И так завязалось, что мы ходили в клуб, играли в Counter-Strike, в Warcraft и так далее пошло. Мы ходили с друзьями играть на PlayStation, либо в компьютерный клуб. Чисто раз в неделю развлечься, получить какие-то новые эмоции, так как это было новое для нас, и это было просто как развлечение. Сейчас ощущение радости и развлечения вернулось ко мне, потому что до этого я чувствовал, что это просто задротство. В Харстон я начал играть, потому что я получил бета-ки, неожиданно очень, в декабре позапрошлого года. Это было очень приятной неожиданностью получить от Близзардов бета-ки, и я сразу начал играть, потому что мне игра понравилась с первого взгляда, когда я увидел ее на Твиче, разных стримеров. И с этого момента я очень быстро взял легенду, где-то за полмесяца. И пошло-поехало. Потом был период, где-то пару месяцев, когда я не хотел вообще играть даже, играл в что-то другое. А потом как-то вернулся, и за полмесяца взял ранг один. И оказалось, что это давало очки на Близзкон. Я думал, почему бы не попробовать дальше. Перерыв был из-за того, что меня друзья завели в World of Warcraft, и мы просто рейдили. И да. И просто не хотелось играть, не было у меня много карт, и мотивации особо не было играть. Не было никаких ни рангет-систем, ни наград, ничего. Просто ладер. До Старладера я комментировал только эпизодично игры. На DreamHack'е Бухарест было разочек, на зимнем DreamHack'е было разочек. Но в целом, может, только онлайн-игры с Олесей и все. Я не особо люблю Ланы, потому что это отнимает очень много сил и энергии. И как игрок лучше сидеть дома в своей зоне комфорта, играть, и при этом результат будет намного лучше. Но с другой стороны, это очень большой опыт. Ты преодолеваешь эти препятствия, вот эти мелкие отвлекающие моменты. И это делает тебя лучшим игроком. Поэтому с этой стороны мне нравятся планы. На Лане все играют намного хуже, потому что очень много факторов, которые не работают на Лане, а работают дома. Такие, как ты можешь использовать какой-нибудь листочек для того, чтобы записывать, либо вообще дек-трекер. И плюс нет отвлекающих моментов. Я заметил, что на региональных квалификациях сделал 13 мисплеев, что в четырех сериях, что это очень много для профессионального игрока. На онлайн-турнирах максимум это было бы где-то 5. Использование листочков на некоторых турнирах просто запрещено. Например, на плесконе и на квалификациях это не разрешается. Я сам спрашивал, можно ли. И это делает игру намного сложнее, так как нужно все держать в голове. Но, с другой стороны, это и делает ее более прекрасной. Как организат турнира, я бы не разрешал использовать шпаргалки. И пусть они страдают так же, как и я. Едя в Прагу, я знал, что моя цель — это выйти в Близкон и сделать как можно меньше ошибок. С первой целью я справился довольно-таки просто. И со второй целью было тоже довольно-таки просто, так как в первых двух сериях я почти не сделал ошибок. Было их там около 4-5. Но в полуфинале и финале я уже расслаблено и был расслаблен и плохо играл. Было предсказуемо, что все будут банить Вара и пытаться уже адаптироваться к Мете без патронов. И удивило то, что Стенсивка взял колоды с двумя Big Game Hunter'ами в двух, в Handlock'е и в Control War'е. Это как-то странно. И странно то, что он вообще взял Handlock'а как пик, так как ожидаемо было то, что все выберут хантеров, агропаладинов и друидов. Такие классы. Каленто в первых матчах просто не везло. Колоды у него очень хорошие. Как раз те колоды, которые контрят Мету, которые сейчас на турнире. То есть для меня он сейчас будет номер один для того, чтобы выиграть весь турнир. Цель в Харстоуне, чтобы он не надоел. Это главная цель. И чтобы всегда была мотивация мне в нее играть. А конечной цели как таковой я даже себе в голове не формировал. Наверное, выиграть BlizzCon. Харстоун занимает определяющую роль в моей жизни, так как вокруг него строятся все планы и практически вся нынешняя жизнь.